1900 год по официальной истории именно в это время пишется что его построили сейчас он называется храм николая чудотворца деревня чемоданово хочу сразу отметить смотрите видно что зодчие очень хорошо постарались храм сейчас восстанавливают поставили дверь вот окошки на средства прихожан по сравнению конечно с той постройкой что в деревне бекасова это выглядит очень аккуратненько очень много здесь таких вот мелочей выступов арк всяких сводов смотрите опять же хочу отметить что вот в этих местах где петли белый камень так сказать везде вставлено вот эта решетка сверху тоже походу еще старая какая-то вот они висят от сливов воды крючки вот эти сейчас ты посмотреть от башенка тоже самое как в бекасов виде сделан так красиво фигурно все будто бы там столбики но они по моему присутствует окно я видел издалека вот они продухи заходящие прямо внутрь здания смотрите решетка еще осталось видно с тех времен или не с тех на красивая такая то есть в разных каждом храме разные решетки представляете да смотрите вот это получается за этой решеткой видите вот эти выдолблено из кирпича они именно выдолблено опять же для балок чтобы подниматься на колокольне наверх то есть они не изначально проектировать выдолбливаясь здесь от потолок немного разрушился но видно да что вот была такая небольшая небольшое место дыра для чего она опять была тоже непонятно крепление решетки происходит видите таким вот уголками как и везде мы с вами видим смотрите на металле вот это вкрапление с этой стороны тоже вот уголку чем-то вот видно видите только лепки видите вот такие символы из белого камня не знаю скорее ну похоже на старое там не знаю может быть современная уже позже сделано а вот здесь ниже такие же символы только из кирпича уже то есть каждый вот этот бортик смотрите был оббит куском железа как это все красиво выглядело представляете вот это тоже сверху все оббито железом выполнен храм кстати очень качественно так сказать зодчи знали свое дело вот здесь мы с вами не смотрите тоже такой набалдашник резьба шпилька дверь видимо тоже смотрите как будто бы тех времен отвези где видим петли смотрите здесь вот 333 петли 1 2 и 3 сверху таким образом таким образом сверху насаживались на них вот эти вот для дверей петли дверь все было обито металлом вот что имеем колокольни получается вход два вот таких разветвления налево-направо двери смотрите еще с теми петлями петли те как бы здания в хорошей сохранности поэтому непонятно опять же где петли видно белые камни везде вставлены пол сейчас деревянные настилы сверху потолок арочный так и друзья то есть вот те самые петли где мы с вами видим постоянных сейчас я посмотри снизу до снизу то же самое это штырек который на петле он снизу вдалбливался вот так вот это все выглядело такие вот двери были то есть смотрите вот опять же да вот идет дверь здесь от кирпич получается ниже дверь быть не могла это ее настоящий так сказать размер смотрите вот опять же эти листы металла они прибиты гвоздями вот они гвоздики но непонятно по-моему в девятисотых годах если как опираться на сведения истории 900 и годах по моему были гвозди такие кованные а это гвозди современные получается что обивали дверь уже реконструировали уже советское время тоже вот непонятно вот она часть которая под колокольню сейчас используется не сейчас она же не используется раньше использовалась здесь видимо выдолбили зачем-то вот вторую часть проема опять смотрите как все выполнено конечно подогнано каждая церковь вообще разная здесь посмотрите как сделано прям от каждый уголочек филиграна с этой стороны решетки то же самое то есть с одной стороны из другой выполнено все одинаковом стиле так сказать симметричность вот с другой стороны смотрите как вот стена то ли выдолбили то ли выгрызли чем-то непонятно непонятно вот везде продухи везде идут продухи есть матушка здесь в деревне которая смотрит за этим зданием хотел их не съездить но она куда-то уехала вот она окошко верхней башни про который я говорил то есть туда получается доступ был сверху отвезен какой-то металлический кусок штыря до куполов нету и что-то могло быть свое время тоже непонятно здание очень красиво фундамента нигде не видно поэтому непонятно продыхи вот они получается что полы были выше полы были скорее все деревянные продыхи закладывались изначально вот сейчас там деревяшки от полов смотрите как выглядит сейчас все это изнутри повторюсь матушки нету поэтому смотреть только таким образом получится вот как все выглядит внутри говорят что здесь как всегда хранили держали раньше скотину и выгребали навоз в течение года когда расчищались пока я снимал пришла матушка поэтому на все-таки удастся изнутри посмотреть так что смотрим ребята завтра придем убираться да здесь говорят вы уже в течение года убираетесь да но я имею ввиду что тут был навоз раньше скотину держали то есть здесь раньше были печи стояли кирпичные и получается вот сейчас современные воздуховоды заложены выведены в старые правильно вот получается где были продыхи сейчас поставили новые пластиковые окна смотрите вот выемка тоже какая вот они продыхи идут а ты с 903 она заработала вот такая друзья арка у нас сейчас здесь алтарь вот она еще одна выемка смотрите а здесь смотрите отверстие вент-канал как видно он не вытолкну он изначально выбрали я здесь вент-канала нет видимо заложен где иконка смотрите выемка тоже какая смотрите сверху то башенка видно что там было тоже перекрестие из металлических прутов соединяющихся в этот сооружение видите они сейчас отпилены на перекрестие было смотрите опять же вот советское время видимо выдолбили подлаги с одной стороны и вот другой здесь видно с левой стороны полосу армирующие расписи сохранились держали скотину было навоз заполнен вот смотрите опять эти шины связующиеся здания потолок прям полуаркой арочный потолок а что ленты эти да нет нет ленты нет здесь видите такие тоже металлические здесь вот отверстия присутствует видимо под балки тоже внизу вент-каналы от потолка до пола 759 внутреннее помещение 647 вот этот угол 674 толщина стены до двери полтора метра метр сорок восемь да представляете кладка полутора метровая до двери вот так это все выглядит сейчас опять же смотрите везде в какой-то части здания надо сейчас кстати обратить внимание выходят вот эти шины с этих шин могли быть какие-то крепления тоже опускаться вниз пользуется везде стяжки связующие также здесь могла быть стяжка и уходить вниз иначе для чего вот это вот крепление выступающие непонятно получается приблизительная толщина от стены до окна метр а вот эта стена метр сорок семь приблизительно получается сверху не от самой башенки маленькой от купола и начинается вот башенка 1096 11 метров от пола метр сорок девять вот со второй стороны тоже стоит печь матчка говорит что дымоход монтирован в старый дымоход то есть вот вид со входа во все четыре стороны одинаковые идут арки на одинаковом расстоянии одинаковой высоты ширина ширина у арок 482 вторая арка 486 третья арка 485 вот такие вот друзья дела зодчие прошлого времени могли сделать настолько точно вставлять такое строение полутора метровые стены внутренние наружные метр такая вот красота опять же для чего-то делали второй этаж не пойму никак все опять же и подошли мы к интересующую меня вопросу зачем нужен был потолок причем это процесс то не из легких ладно там выдолбить эти самые отверстия помимо этого нужно еще и затащить эти бревна туда вставить а с чего это надо городить какие-то козлы на чем это поднимали представляете да бревно тоже на руках особо там не потягаешь сколько это человек делала тоже непонятно и сделано это все в советское время потому что я встречала такие технологии в избах так делали потолки то есть вытесывались канавы и в них вставлялись доски также выполнены и здесь то есть такой процесс то получается у нас трудоемкий и делался он надолго не знают либо вариант что это потолок был для того чтобы помещение было теплее как всегда держали везде скотину таких в таких помещениях но опять же вопрос для скотина это делалось не знаю можно было для скотина что-нибудь попроще сделать так что друзья такие дела мало фотографий на попадаются и некоторые из них такая вот как это где видно как жили люди эта фотография ну где-то наверное 50 60-е годы но я уверен что и в девяти сотых было то же самое те же деревянные избы все вокруг было один в один то есть для людей получается строили вот такую вот махину для того чтобы показать что насколько церковь была могучий или как нут я просто мне в голове не укладывается я хотел посмотреть с той стороны что везде пишут там официальная история народ вот что ты там несешь там это наша церковь там это еще еще но опять же да вы смотришь на эти фотографии вот реальная фотография тех времен где люди стоят в тулупах с лошадью то есть если у тебя была лошадь ты ужасно значился зажиточным да и посмотрите строить такое сооружение причем по официальным данным строилась она в течение трех лет это считалось долго и построена была до 1907 года в промежутке с 1900 до 1907 где-то в этом точных данных нету на этом фото мы видим что церковь уже стоит что и купола на месте и окна покрашены вставлены то есть люди вот позирует уже перед ней церковь уже действующие дальше вот у меня сейчас есть данные сейчас я вам приведу их это журнал известия императорской археологической комиссии удалось мне найти вот такое издание опять же смотрим надпись село чемоданово деревянная церковь 1605 года представляете да получается село чемоданово с 1605 года а то и ранее поставьте на паузу в этом письме написано о том что в 1909 году обратились с ходатайством о субсидии на достройку внимание достройку нового каменного храма а как вы думаете возводить такую вот огромную махину что денег не хватило я не пойму лишь или кирпича как понять достройку это не пошел и кирпич купил понимаете денег не хватило их опять же да вот продолжение смотрим акт осмотра церкви составленный губернским инженером да то есть нужен был инженер нужно было чтобы он приехал из губернии и осмотрел церковь то есть ну представляете да какая-то опять же бумажный волокит он приехал осмотрел доложил там и так далее это рассмотр осмотр особенно в углах прогнили и сильно обещали особенно в колокольне опять же поставьте на паузу посмотрите что здесь написано не знаю достоверности данной фотографии но есть но церковь на этой фотографии построена в том стиле ну как бы который является в том времени это получается колокольня трапезная и сам храм опять же храм мы видим получается у нас трехэтажный либо там столько окон и расположение его странные сейчас я вам покажу современную фотографию где видно что где храм стоит прям сбоку сейчас находится пруд вот она эта фотография и вот таких но получается ребят очень много потому что информации нету изучаешь все сам все ищешь смотришь исследуешь и смотрит смотря на эту фотографию это все равно что из запорожца пересесть mercedes посмотрите вот деревянный храм и то что сейчас сделано то есть за церковь которая есть сейчас она совершенно не похожа ни на старую не на все другие которые я видел то есть это определенное какое-то архитектурное решение кем она делалась и кем она выбиралась тоже вопрос интересный еще можно отметить здесь что церковь построена тщанием челюскиных тоже вот интересная информация это по сведения метрики 1786 года ну и далее 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 здесь рассказывается про этот деревянный храм что комиссия комиссия снова нужна комиссия и в итоге постановлено просить некого булучева ознакомиться с положением дела и дать свое заключение такой вот ответ насколько я понимаю что построить такой храм это нужен архитектор это нужен проект это нужны умелые строители и не один десяток а представляете до строительный сезон раньше был в те времена как сейчас это лето а это дожди это не всегда солнечная погода каким это образом все делалось бытует мнение что кирпич и выжигался на месте делался ну хорошо на месте местные жители говорят что да где-то там есть где-то копали глину там кирпичи раньше валялись что кирпич изготавливался здесь хорошо металл откуда его брали откуда его доставляли в юхну и металла не было на чем надо было вести не пойми откуда посмотрите на эти формы это такая геометрия храма что меня просто слов нету опять же вот если изготавливался кирпич на месте это должна быть целая фабрика по изготовлению потому что кирпича там тоже google и таких но все больше и больше и больше местные жители у кого спроси все помнят о церкви то что она была в начале там 1900-х годов но никто не помнит о том как она строилась был ли деревянный храм с какого времени силу чемодана ну 300 лет да я понимаю 300 лет и все то есть никакой больше информации нет от местных жителей то есть никто ничего не помнит сохранился храм очень хорошо опять же смотрим на старые фотографии там мы тоже видим что то же сам может быть он и тогда тоже был сохранен настолько хорошо просто сейчас за эти времена войны люди там держали скотину там где-то что-то еще где-то отбили где-то откололи намного хуже выглядит в интернете тоже информации вообще нет никакой от слова вообще то есть смотришь и приходится вот сопоставлять такие факты то есть до фотографии старые сам что-то посмотрел где-то что-то видел где-то 100 что-то слышал приблизительно знаешь там как это все строится или строилась раньше и такие вот моменты смотришь на это здание видишь это величество и не дает она тебе покоя каким образом все это делалось когда это делалось так что друзья смотрим дальше деревня бекасова тогда село быкасово и сергеевская опять же находится почти в двух километрах отсюда для чего здесь строить такой огромный храм ладно бы если там денег было кура не водились а то непонятно опять же старая карта 1782 год опять же видно да что село называется чемодан но по буквы по ходу тогда не договора не уговаривалась или не писалась не знаю в любом случае если местные жители будут смотреться могут поставить на паузу для себя думаю многое отметить интересного как села назывались как дороги шли ну и так далее смотрите там монтированы деревянные эти балки они прямо крепятся хомутами эти металлические хомуты прям крепится к несущей стяжки видите вот так вот интересно балки скорее всего монтированы позже смотрите внутри тоже перекрестие как из балок так и из этих стяжек металлических поясывающихся здания стяжки кстати они друг от друга далековато интересно тоже четыре башенки по углам и 1 посередине с окном матушка говорит надо говорит хоть на колокольню установить вот у нас есть деревянный дубовый крест а то говорит храм никакого вида не имеет действительно без маковок без крестов храм не имеет никакого вида непонятно видите торчит металлический штырь это вот это та самая стяжка который пронизывает все наше здание выходит а наверх видите то есть там возможно было соединение и все это дальше проходило по всему зданию что-то все это ручками ручками все утесывалось замерялась подгонялась вензеля представляете сколько работа все проектировалась вычислялась умерялась зарисовывалась куда-то документов мы нигде не видим ничего не осталось так что думаем дальше матушка дала на мне ключ и вот они друзья ворота открылись давайте посмотрим поближе что же тут было опять же вот они петли белый камень открываться не открывается смотрите здание колокольни нас получается кирпич 15 сантиметров на 7 с половиной насколько он здесь внутри выщерблен опять же смотрите вот выдал бы какие-то хотя потолок здесь цельный смотрите не знаю с тех времен ты или нет очень красиво какая лепнина откуда-то здесь лежит смотрите красота какая колокольня толщина стены приблизительно метр сорок семь сейчас войду во вторую дверь смотрите получается вот они эти две двери распахивались они начать от наружу сюда ко мне расстояние внутри колокольни 235 на 236 вставляйте точность какая про толщина стен я думаю говорить не надо увидеть какая она здесь полтора метра приблизительно вот он этот проем с выдолбленными она странно такой маленький проем подъем на полу на колокольню тоже непонятно каким образом поднимались вот эти самые засовы которые мы с вами везде видим но опять же да для такого засова что это такое игрушка вопрос остается открытым с этой стороны такое исполнение так что вопрос с выходом на колокольню конечно интересен строить такое высокое сооружение при этом не рассчитать на лестницу что там по деревянной подпорочке поднимались тоже вопрос интересный на чьи средства она тут сдвигалась тоже непонятно легенда такая что здесь проходил екатерининский тракт поэтому строили как бы хотя екатерининский тракт он был намного раньше чем 1900 года когда строили этот храм для это здание как его назвать в нижней части раствор есть а верхней смотрите почему ты его то ли паду выдуло не знаю как назвать то ли в два этапа как-то это все строилось тоже непонятно видно какая-то несимметричность видно что и кирпич высокого качества и мастера были тоже высокого качества класса точнее которые сделали это сооружение вот такое еще одно расследование если понравилось ставьте пальцы вверх подписывайтесь всего вам хорошего так вот вот вот